В 2014 году, когда мы первые пришли на рынок с таким уникальным продуктом, у нас был ошеломляющий успех. Мы даже не ожидали сами, что так много будет заказов и интерес такой большой вызовет такой продукт. И мы не справлялись с заказами, поэтому за последние три года мы купили еще шесть тафтинговых машин. Это большая инвестиция, но она того стоит. Потом, в 2015 году мы создали ниточку iVinci, SDO. Скажите, пожалуйста, кто у нас уже был на первой презентации и являетесь уже знатоками, что такое SDO, как переводится SDO? Что обозначает в чат, пожалуйста? Бросьте информацию, чтобы все видели. Вот, Машенька, я почему-то чата не вижу. В чем причина? Пока нет сообщений. Вот уже кто-то пишет. Ксения, улучшенный полипропилен. Улучшенный полипропилен. Совершенно верно, Ксения. Молодцы. Полипропилен прокрашенный в массе. Полипропилен априори, он всегда прокрашен в массе, да, эта нитка. Переводится, это аббревиатура, да, Солюшен Дайт Олифен. Ну, или, проще говоря, полипропилен нового поколения. Чем он отличается от обычного полипропилена? Что он более мягче и более износостойкий, чем обычный полипропилен. И из этой нитки мы сделали концепт Invictus. Под концептом мы подразумеваем сбор коллекций, которые объединяют какая-то одна характеристика. В данном случае это нить, да, все коллекции сделаны из одной нитки. В 2016 году мы создали новую нитку IMAX Solution Dite Nylon, SDN, да, вот вы видите здесь аббревиатура SDN, Solution Dite Nylon. Скажите, пожалуйста, что это за нитка? В чат объясните мне, что это за нитка и какие у нее плюсы имеются. Кто знает? Так. Ой, немножечко. Поспешила, чата опять не вижу. А вот-вот-вот, ага. Так, прокрашенный в массе полиамид. Ксения опять же, ну, Ксения у нас просто умница. Да, совершенно верно. Это полиамидная нитка, но она у нас прокрашена в массе. Скажите мне, пожалуйста, какие тогда положительные характеристики, какими она свойствами положительными обладает и чем отличается от обычного полиамида, от обычной нитки полиамидной? Так, кто знает? Ксения, помогайте. Более стойкая к пятнам, да. Оля молодец. К загрязнениям. То есть ниточка у нас прокрашенная в массе полиамидная, у нее поры закрыты, да, как мы с вами рассматривали пример с морковкой, да, она у нас и внутри, и снаружи одного цвета. И благодаря этому она не может вбирать в себя посторонних жидкостей, посторонних веществ. И не выгорает плюс, Ксения, так, правильно. Внутри нить прокрашена также, да, Анна, правильно, молодцы, хорошо усвоили материал. Идем дальше. В 2018 году, опять же, из нитки SDN, но уже другая структура нитки, мы создали нить iVivo, запатентовали под названием iVivo. И из этих нитей мы сделали концепт, создали концепт Vivendi. О всех этих концептах мы поговорим сегодня поподробнее, да. И в 2019 году мы создаем нитку iVerse, iVerse и iOutSmart. Эта нитка у нас полиэстровая, да, из полиэстера. SD-PES – это обычный полиэстер, мы видим. А здесь SDPBT – это полиэстер улучшенной формулы, да. Он более приближен у нас уже к полиамидной нитке по своим характеристикам. И из этих нитей мы создаем концепт Gaia. Как же распознать все бренды АВ, их настолько много стало, и как их различить один от другого, какие отличительные характеристики, характеристики, как обладают данные бренды. Давайте с вами рассмотрим. Ну, перед этим, пожалуйста, напишите в чат, у кого есть стенд, да, наши стенды, у кого уже стоят в магазинах, в шоурумах, в бутиках ваших. И какие именно, чтобы я понимала, работаете ли вы уже с нашими концептами или нет. Напишите, пожалуйста, в чат. С какими концептами вы уже сталкивались и работали. И дальше мы посмотрим каждый из них. Так, вижу Анна Вельвет Маскарад. О маскараде мы говорили с вами на прошлом вебинаре, на нем я останавливаться не буду. Я надеюсь, что всем все понятно. Стенд-кроватка вы, наверное, имеете в виду маскарад, да? Маскарад, Ирина, ага, пол маскарад. Так, ну, вижу только одного пока человека, у кого есть другой, отличающийся от маскарада концепт, это Вельвет у Анны. Ну, давайте тогда рассматривать каждый концепт по порядочку. Так, давайте посмотрим с вами бренды нити Associated Weavers, чем они отличаются. И здесь вы видите основные характеристики нити, да? Когда мы смотрим на нить, нам важны вот эти вот характеристики. Эластичность, износостойкость, мягкость, интенсивность цвета и возможно ли чистить хлоросодержащими средствами, чистить отбеливателем или нет. И если мы посмотрим конкретно на нить iVinci, то мы видим, что это у нас Solution Died Olyfen нитка. Эластичность у нее 2 плюсика. Это немного, но и немало. Полипропиленовая нитка простая, мы можем поставить здесь только один плюсик. Здесь у нас уже 2 плюсика. Износостойкость у нас тоже 2 плюсика. Мягкость, соответственно, тоже 2 плюсика. Интенсивность цвета. Здесь мы можем сделать цветовую палитру из бежевых, серых тонов, но цветовой палитры широкой, там где, допустим, у нас полиамидной нитки, можно создать 20-25 цветов в коллекции. Здесь мы такого себе позволить, такой роскоши не можем по одной простой причине. Во-первых, эта нитка к нам уже приходит прокрашенная, прокрашенная в массе. То есть мы уже в бобинах получаем определенный цвет. Во-вторых, производить нужно целым крилом. Крил – это выработка бобины от начала до конца. И приблизительно вам скажу, что для одного крила нужно израсходовать где-то 9 тысяч, производство на 9 тысяч квадратных метров. Это очень большой объем, поэтому, конечно же, фабрика не всегда может себе позволить склад, хотя у нас и помещает 5 тысяч квадратных, 5 миллионов квадратных метров. Но все-таки он не резиновый, да, и мы также смотрим на эффективность нашего склада. Поэтому полипропиленовый или из нитки Solution Died Oliven коллекция у нас находится всегда в ограниченном количестве, да. Поэтому мы всегда смотрим на палитру и выбираем только самые ходовые, самые продаваемые цвета. Если мы посмотрим на Solution Died Polyester, SDPES и SDPBT, то мы видим по этим же характеристикам, что плюсики у нас уже прибавились, да. В случае с полиэстровой ниткой здесь у нас 3 плюсика в эластичности, в износостойкости и в случае с ПБТ, улучшенной формулой полиэстера, можем считать, что появляется еще один плюсик, 4 плюсика на эластичность, износостойкость, мягкость. У нас в обоих случаях 4 плюсика. И вы видите, что все у нас в категории прокрашенная в массе нитка, да, интенсивность цвета, здесь мы можем себе позволить более яркие цвета, более интенсивные цвета, 4 плюсика. И чистка отбеливателем, чистка хлора, содержащими веществами, да, тоже да, да, нитка у нас прокрашенная в массе, она не теряет своего цвета, не выцветает, не выгорает на солнце. И посмотрим на нитку SDN, Solution Dite Nylon, нейлон прокрашенный в массе, также, да, в эту же категорию прокрашенный в массе относится. Эластичность здесь уже 5 плюсиков, потому что это у нас нейлон, полипропиленовая нитка, где все-таки, если мы смотрим на ниточку под микроскопом, остаются поры, да, они забиты у нас, прокрашены до основания, но все-таки эти поры дают нам свою эластичность. И ниточка у нас может воспрять, да, если мы обработаем, допустим, паром, мы говорили, если мы поставили мебель на полиамидное покрытие, и через год мы хотим сделать перестановку, то следы от ножек у нас удаляются очень легким способом, или паром обработать обычным домашним утюгом, или пару раз пропылесосить мощным пылесосом, и нитка у нас воспрянет и встанет на исходное место положения, да. И в этом есть очень большой плюс нейлоновой нитки. Износостойкость у нас максимальная, вы видите, эластичность у нас максимальная, 5 плюсиков. Мягкость. Здесь у нас мягкость немножко страдает от того, что эта нитка у нас прокрашенная в массе. Она дает такие ощущения, как покрытие из шерсти, да, если вы ощущали шерстяное покрытие, оно не будет на ощупь казаться вам, как искусственный шелк, да, если мы посмотрим на нитку Айсенс, здесь у нас в категории мягкость 5 плюсиков максимально. Нитка прокрашенная, извините, нитка прокрашенная в массе будет обладать меньшей мягкостью. Но все-таки интенсивность света у нас 4 плюса. Несмотря на то, что мы опять же получаем эту нитку уже в бобинах, да, прокрашенную, все равно мы можем себе позволить больше ассортимент создать, большую цветовую гамму и широкую палитру. Чистка отбеливателем или хлоросодержащими веществами, да, да, опять же, потому что она у нас прокрашенная в массе. Вот такие вот большие плюсы и преимущества преимуществами обладает нитка SDN, Solution Died Nylon. И последняя категория, наша ниточка, которую мы создали в 2014 году, Айсенс, эластичность, извините, пожалуйста, забыла на вибрацию поставить телефон, эластичность плюс износостойкость плюс мягкость 5 плюсов, да, все по максимуму у нас в этих категориях. Интенсивность цвета также 5 плюсов, мы можем себе позволить широкую гамму цветовую в создании коллекции, но единственный минус, которым обладает эта нитка, чистка отбеливателем или хлоросодержащими веществами абсолютно нет, но в любом случае чистится. Мы с вами говорили на предыдущем вебинаре, если мы быстро среагируем, да, если мы что-то пролили на покрытие, сок, чай, кофе и так далее, Если мы быстро среагируем и подручными средствами, не обязательно иметь в арсенале профессиональные средства по уходу за ковровым покрытием, конечно, это плюс, но можно и на первых этапах обойтись обычным чистым белым бумажным полотенцем, да, и чистой проточной водой. И прокрас у нас этой ниточки идет на втором этапе производства. Я вам говорила, что если вы приедете к нам на фабрику и будете проходить между тафтинговыми машинами, и вы увидите на тафтинговой машине происходит тафтинг белого полотна, то вы сразу же можете сказать, что у нас производится на такой машине. В чат, пожалуйста, напишите. Из белого полотна, если мы тафтинг делаем, из какой ниточки мы производим ковровое покрытие? Смотрю чат, пока еще никто не отреагировал. Полиамид, да-да-да, молодцы, молодцы, вижу, вижу. Ольга, Анна. Да, правильно, это полиамидная нитка, она всегда прокрашивается вторым этапом производства. Сначала идет тафтинг белого полотна, и потом, в зависимости от того, сколько нам нужно прокрасить, тут же есть и преимущество в этом, что мы можем производство делать небольшими партиями, да, вам нужно, допустим, 300-400 квадратных метров, мы можем вам обеспечить это. Если же говорить о нитке, прокрашенной в массе, то тут у нас производство идет целого крила, да, крил – это проработка бобин от начала до конца. В случае с полиамидной ниткой мы можем себе позволить разделить материнский рулон, большой рулон, мы его называем материнским рулоном, на несколько частей и прокрасить его в разные цвета. У нас есть уникальная техника на фабрике, которую создал директор нашего производства, когда идет смена прокраски моментальная, да, то есть он создал специальную машину, когда нам даже не нужно резать полотно или не нужно убирать один материнский рулон, заменять его другим. На одном материнском рулоне мы можем позволить себе сделать, произвести 2-3-4 цвета, да, вот в этом есть наше преимущество и преимущество нитки, полиамидной нитки. Идем дальше. Я надеюсь, все понятно, если непонятно кому-то, если есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, можете поднять руку, там, сообщить в чат, что у вас есть вопросы, я остановлюсь. Пока нет вопросов, да? Так, в чате посмотрю, так, пока нет, да. Хорошо, идем дальше. Так, что-то у меня тут не хочет презентация. Ага, вот все. Что же хотят клиенты? Мы можем создавать огромное количество нитей, эти нити могут быть уникальными, но если мы не будем задумываться от обратного, что же хотят клиенты, какие тренды существуют, какие на два шага вперед просчитывать свою стратегию, какие тренды в цветовых гаммах будут за два года вперед, то, конечно же, как бы наши труды будут напрасно, да? Нужно всегда исходить от обратного. Что хочет клиент, что будет ему нравиться, что будет в тренде в следующем году, в следующем сезоне, и потом уже создавать свои коллекции. И давайте посмотрим суть каждого бренда, на основе чего создавался каждый бренд. Бренды вы видите здесь наши логотипы, Invictus, Gaia, Vivendi и Sensuality. Из нитки iVinci, SDO, мы создаем концепт Invictus. Слоган этого концепта «Непобедимый комфорт. Ковролин для тех, кто выбирает комфорт». Изначально этот концепт был создан для английского рынка. На первой презентации я вам говорила, что в Англии предпочитают ковровое покрытие из полипропиленовой нити. Причины этому мы тоже с вами разбирали, да, и климатические условия, и основной элемент выбора должен быть stain resistance или защита от пятен и так далее. И с ниткой Solution Died Oliven нам удалось создать концепт, который сейчас является абсолютным фаворитом в Англии, очень большой популярностью пользуется. В этом концепте у нас… Так, давайте еще раз пробежимся по основным понятиям концептов, да, и потом уже конкретно к концепту. Полиэстер, прокрашенная в массе нитка, полиэстер и ПБТ, из нее мы создаем концепт ГАЯ – универсальное ковровое покрытие с нотками элегантности. Слоган этого концепта, и мы также называем «золотая середина». Кто мне может сказать, почему «золотая середина» именно в этом концепте идет слоган? Я вам подскажу, все зависит от нити, да, мы сейчас смотрим на нитки. Так, в чате, полиэстер, цена-качество, да, Саша, правильно. Да, то есть если мы посмотрим по всем характеристикам нитки, да, у нас будет, посмотрите, в этой табличке, да, по всем характеристикам у нас будет определенно золотая середина между чем? Между полипропиленом и полиамидом. И бюджет, соответственно, также серединка. Нитка Solution Dights Nylon, iVivo, нейлон, окрашенный в массе, и из него мы создаем концепт Vivendi. Слоган этого концепта является «Клевое ковровое покрытие для счастливых людей». И это абсолютно бескомпромиссный выбор. Если еще у кого-то встречаются покупатели, которые говорят, ой, да как же я его буду чистить, да, это в основном очень часто встречающийся аргумент против коврового покрытия, то здесь вы можете сказать точно, что не будет никаких проблем, можно чистить флорно-содержащими веществами, не будет образовываться пятен. Если человек говорит, ну так мне же его через 2-3 года придется менять, он истопчется и так далее. Здесь опять же есть контраргумент в пользу покрытия, так как это у нас нейлон, полиамидная нитка, соответственно, данное ковровое покрытие прослужит очень долго, оно износостойкое, эластичное, плотное и будет радовать вас долгие годы. Поэтому именно в этом случае бескомпромиссный выбор. Из ниточки iSense или искусственный шелк мы создаем концепт sensuality. Слоган этого концепта – супермягкий ковролин, максимальное ощущение роскоши. Если мы посмотрим по табличке, по сравнительным характеристикам, то, конечно же, эта нить сама по себе более дорогая в своей себестоимости, соответственно, и ковровое покрытие тоже будет на порядок дороже. Подытожим, да, по нашим слоганам каждому концепту – Invictus – непобедимый комфорт. Почему, опять же, ниточка относительно недорогая, если сравнивать ее с полиамидом или с полиэстром, да, Солюшендайт Олифина является самая дешевая нитка в этой категории. И из нее мы можем создать более высокий ворс, более пушистые, мягкие покрытия. Гая – золотая середина по всем характеристикам, что касается цена, цвет, качество, износа стойкости. Вивенди – мы с вами рассмотрели бескомпромиссный выбор и сенсуалити – максимальное ощущение роскоши. Первый концепт, который мы создали в истории фабрики Associated Weavers, был концепт My Life Story. У нас на территории России есть около 60 точек, да, торговых точек, которые обладают этим концептом. Напишите, пожалуйста, у кого есть концепт, кто работает с концептом My Life Story. Или Butterfly мы по-другому называем, бабочка. Стенд в виде книжки большой. Наташа, пока у нас гости отвечают, может быть, мы ответим на вопрос. Ирина тут спрашивает, какие-то гарантии по срокам эксплуатации есть? Он достаточно популярный. Так, ну да, вопрос достаточно популярный, и мы над ним работаем в данный момент. Вообще по европейским законам на любой продукт идет гарантия 2 года, да. Если вы покупаете машину, стиральную машину, там, все что угодно. Соответственно, также и ковровое покрытие стандарт на 2 года. Ну, конечно же, 2 года для коврового покрытия – это относительно небольшой срок эксплуатации, и, естественно, он прослужит вам дольше. Но здесь, опять же, нужно смотреть гарантия на что. У нас очень много часто задаваемых вопросов – можете ли вы дать гарантию и на какой срок? И когда я обращалась к нашему отделу качества, да, к моим коллегам, они мне объясняли, что гарантии нужно прописывать на какие условия дается эта гарантия, на что именно, на эксплуатацию, на износостойкость или на защиту от пятен. Если говорить о защите от пятен, то здесь наши коллеги английские дают даже 25 лет гарантии. Да, конечно, пятен на этом покрытии не будет образовываться и 100 лет, но износостойкость – это другой вопрос. И, конечно же, нам в большинстве случаев нужна гарантия на износостойкость. Поэтому мы сейчас подготавливаем документ, где будет прописана гарантия на 5 лет. Но там нужно очень четко понимать, чтобы инсталляция, то есть укладка коврового покрытия должна быть соответственная, профессиональная. Не просто так кинули, знаете, на пол свободная укладка. И, естественно, ковролин будет двигаться и, соответственно, будет изнашиваться быстрее. То есть тут нужно все очень четко прописать в гарантийном письме. Потом, какой уход предоставляется ковровому покрытию. То есть мы рекомендуем два раза в неделю чистить мощным, хорошим пылесосом. Опять же, в этой гарантии должны быть прописаны, какие марки пылесоса мы рекомендуем для чистки. Плюс нужно будет один раз в год чистить профессионально или хотя бы профессиональными средствами, чтобы вам ковровое покрытие прослужило дольше. И вот все вот эти вот нюансы, так как этот все-таки документ будет официальный с фабрики, и мы должны как бы тоже себя подстраховать в каком-то роде, да. Если, допустим, ненадлежащим способом была сделана укладка, там плохо убирается, чистится, и потом к нам клиент приходит и говорит, а вот у меня там пятно образовалось или еще что-то, то, естественно, мы должны проверить, были ли соблюдены те условия, которые прописаны в гарантийном письме. Вот о чем идет речь. И я думаю, что в ближайшее время, это уже на конечной стадии подготовка этого письма, я смогу вас порадовать таким письмом. Я понимаю прекрасно, что, допустим, для бытового использования гарантийное письмо может быть менее спрашиваемо, а вот именно для контрактных целей часто очень необходимо иметь такое гарантийное письмо. И я надеюсь, что мы в ближайшее время вам его предоставим от фабрики на английском и на русском языке. Так, Ирина в чате, адаптирован документ с рекомендациями почистки и пылесосом будет и на Российскую Федерацию адаптирована. У нас не все марки есть, что есть в Европе. Я думаю, что мы обговорим эти нюансы уже с менеджерами, с нашими клиентами и обсудим, что конкретно, какие марки можно будет указать в гарантийном письме. Этот момент мы выясним обязательно. Так. Ну что, идем дальше? Пока вопросов нет, давайте идем дальше. А, мне, кстати, в чате плюсики поставили, скорее всего, это идет речь, я задавала вопрос про My Life Story или Butterfly, у кого есть. Вот Виктория поставила плюс Sony, так, тут без имени. То есть есть у пару клиентов, которые присутствуют здесь на вебинаре, есть My Life Story. Это первый концепт был создан, и по какому принципу мы его создавали? Был создан первый, первая версия 10 лет назад. Вы не пугайтесь, этот концепт также является живым, как и маскарад, то есть он у нас уже в этом году четвертый раз будет обновляться, да, то есть это не так, что 10 лет назад мы его создали, мы постоянно делаем апдейт, то есть обновление стендов, обновление коллекции, потому что он пользуется спросом и является хорошим концептом. Так, на основе чего мы создали этот концепт? Мы создали совместно с психологами небольшой тест. Вы можете этот тест найти самостоятельно на нашем... Я по-вызлому. Кто-то говорит вместе со мной. На нашем сайте, да, там есть тест найти свое ковровое покрытие, и идет разделение ковровых покрытий всех наших коллекций на стиле жизни. Естественно, наш дом важен для каждого из нас. Таким образом мы выражаем, самовыражаемся, да, так как мы, как я говорю, покажи мне свой дом, и я скажу, кто ты, да, то есть о человеке очень много можно рассказать, даже не разговаривая, зайдя в его дом и посмотрев, какой интерьер, какая обстановка, какие цвета превалируют в интерьере. То есть тут уже можно много сказать о человеке. И, естественно, вот именно на этом основывалось наше разделение по стилям жизни. Когда покупатель, конечный потребитель приходит в магазин, единственное, что он знает наверняка в выборе коврового покрытия, это какой цвет приблизительно он хочет купить, да, приобрести. У него уже чаще всего это последний этап ремонта, да, мы пол делаем, когда у нас уже готовы стены, готовы потолки и так далее. У нас есть уже мебель, у нас есть уже шторы, да, какие-то текстильные аксессуары. То есть приблизительно цветовую гамму клиент знает, когда он приходит выбирать ковролин. А вот что это, скролл, петля, разрезной ворс, катлуп? Здесь, в принципе, не у многих есть какие-то понятия, да, что это такое. А тем более, или это полипропилен, или полиэстер. Очень редко встретится начитанный, образованный такой покупатель, который приходит и говорит мне, говорит вам, я хотел бы выбрать катлуп фисташкового цвета из полиамидной нитки. Согласитесь, да, это редкий случай. Поэтому вот благодаря такому тесту мы направляем клиента в ту цветовую гамму, которая ему интересна. Здесь у нас разделение идет на пять стилей жизни. Classic Life – это классический стиль, где преобладают насыщенные классические цвета. City Life – это у нас стиль мегаполиса, да, где более контрастные цвета преобладают. Simple Life – более натуральные цвета. World Life – для любителей путешествий, которые любят привозить с собой из путешествий какие-то сувениры. И чаще всего очень яркие, колористичные дизайны, да. И Sweet Life – это нежная жизнь, сладкая жизнь, где более такие пастельные, мягкие цвета. Вот в нашем новом шоуруме у нас есть мини-комнаты, мы называем как Barbie Room, да, мы создали, где каждая комната соответствует определенному стилю жизни. Вот я сейчас нахожусь в одной из этих комнат. Посмотрите, пожалуйста, я вам немножко покажу интерьер этой комнаты. И определите, пожалуйста, к какому стилю жизни относится вот интерьер этой комнаты. Конечно же, напольное покрытие тоже очень важно. самое важное в интерьере. Так, в чате, пожалуйста, скажите, к какому стилю жизни относится вот этот вот дизайн этой комнаты, интерьер. Как вы думаете? Так, Sweet Life. Ну, так, давайте я еще посмотрю. Simple Life. Ответы Simple Life. Не вижу комнату так, Илья. Ну вот, вот интерьер этой комнаты. Вот посмотрите, напольное покрытие у нас такого бежевого цвета. Это натуральные элементы, вы видите, да? Натуральные в декоре. Simple Life. Так. Ну, большинство ответили правильно, да? Это Simple Life, где я вам говорила, преобладание таких натуральных бежевых цветов. А сейчас давайте я сейчас отсоединю компьютер, и я вам покажу еще несколько комнат. Так. Ага, немножко зависла. Посмотрите, вот так вот в нашем шоу-руме выглядят эти комнаты. Давайте мы пройдем вот сюда. Смотрите, вот эта комната, к какому будет стилю относиться, скажите, пожалуйста. Видите, здесь такое коричневое покрытие напольное, зеленый изумрудного цвета мебель. Да, зеленые обои. World Life. Classic Life. Ну вот, Константина и Екатерина, вы оказались правы. Это Classic Life, классический стиль жизни, как я вам говорила, преобладание таких ярких, насыщенных цветов, классических оттенков. И вот это вот, ну вот это, наверное, комната вам сразу же вы узнаете, что это за стиль. Сейчас, одну минуточку. Посмотрите, это светло-такого пудрового цвета ковровое покрытие, обои в цветочек, розовая бархатная мебель. Sweet Life. Да, совершенно верно, это у нас конкретный пример Sweet Life. Молодцы, молодцы, разбираетесь. Так, сейчас я посмотрю. Ага, другие комнаты пока у нас еще не готовы. У нас осталось еще доделать City Life и World Life. В следующий раз покажу. Так, присоединяю компьютер. Ну, молодцы, да? Смысл понятен, смысл этого концепта. Смысл этого концепта, я думаю, понятен. Sweet Life, да, самый легкий оказался. Идем дальше. Не всегда хочет у меня сразу переключаться. Сейчас я попробую вам показать фильм, небольшой фильм, Cycle of Growth называется, или цикл развития нашей компании. И вы также увидите несколько концептов, о которых в том числе и Butterfly, My Life Story. Ага, вот говорит, что не открывается файл. Так, давайте я... Останется время, я вам попробую его через компьютер показать. Когда я уже закончу презентацию, выйду из презентации, то я найду на компьютере этот фильм. Концепты АВ. Конкретно идем по каждому концепту. Вельвет, коллекция Вельвет. И небольшой фильм покажем вам. Если не будет видно или слышно, сообщите мне, пожалуйста. Всем видно и слышно? Плюсики поставьте в чат. Слышно хорошо? Громче не нужно сделать, да? Все нормально. Извините, пожалуйста. Я вам сейчас громче лучше не буду говорить, делать, потому что буду вам объяснять, в чем смысл этого видеоролика. Мы показываем, что бархат всегда был продуктом люксовым, да? Для королевских особ. Но сейчас бархат у нас вошел в нашу повседневную жизнь. Мы видим в интерьере появляется абсолютный тренд, да? В одежде, в мебели, в аксессуарах каких-то. Бархат и вельвет набирают свою популярность. И, конечно же, он модернизировался, да? В своей форме. То есть мы видим, что из бархата создаются современные дизайны интерьера. Соответственно, мы следуем самым последним трендам и создали коллекцию, которая напоминает у нас по тактильным ощущениям вельвет или бархат. В принципе, мы всегда перенимаем тренды, которые идут в текстиле, в мебели. Следующим этапом у нас идет ковровое покрытие, да? Вот некоторые примеры, как он выглядит в интерьере. Это конкретные проекты, которые были сделаны с нашим ковровым покрытием. История четырех мув. Сделан этот концепт из ниточки Айсенс. Все эти коллекции производятся из нитки Айсенс или искусственный шелк, да? Для того, чтобы создать вот именно это ощущение мягкости и люкса, который передает нам бархат или велюр. И в этом концепте четыре коллекции. Все коллекции сделаны из Айсенс. Чрезвычайно мягкая нитка. Бренд, который идеально соответствует актуальным трендам в мире моды и интерьера. Четыре коллекции, каждая из которых имеет удивительную цветовую гамму. Мы говорили с вами, что из полиамидной нитки мы можем создать потрясающую цветовую гамму, цветовую палитру. И в этом концепте присутствуют четыре коллекции Ойноне, Омфале, Ориаде и Аурания. Представителями коллекции Вильвет у нас являются греческие музы, так как покрытие само очень женственное, мягкое, соответственно, и представители должны быть никак иначе, как греческие музы. Мы говорили на прошлом вебинаре, что мы все дети в глубине души любим сказки, поэтому каждый наш концепт обладает какой-то историей, какую-то сказку мы рассказываем, чтобы покупателю было интересней. Вот так вот выглядит наш стенд. После того, как мы пройдем презентацию, я вам покажу в нашем шоуруме все стенды в реальной, в реальности вы увидите, кто их еще не видел. Может быть, с фреймом, да, с таким кадром, или, может быть, пристенный вариант. И тот и другой вариант имеет те же самые коллекции, то есть тут у нас двусторонний, здесь верхняя часть, крутящаяся часть, да, внизу те же самые вешалки с образцами, которые находятся у нас здесь на круглом стенде. Как мы пришли вообще к такой форме стенда, несколько лет назад, вот в 2014 году, мы сделали первый круглый стенд для концепта sensuality, first edition, да, первое поколение sensuality. И, в принципе, стенд содержит только четыре коллекции. Казалось бы, может быть, кому-то покажется маловато, да, чем больше, тем лучше. Но мы идем от принципа less is more, то есть чем меньше, тем лучше. И тогда покупатель может концентрироваться именно в выборе небольшого количества, но здесь он найдет, во-первых, любой цвет на его вкус, во-вторых, любую высоту ворса, тут варьируется разница коллекции, цветовая гамма, плотность, высота ворса, структура, нити и так далее. Если кто-то был на нашем, посещал канал YouTube, на нем есть фильм Paradox Choice, очень интересный фильм, он основан на книге известного психолога, психолога, смысл которого заключается в том, что если у человека нет выбора, это плохо, но если у человека слишком много выбора, это тоже не есть хорошо, он теряется. И всегда начинаются сомнения, а купил ли я правильное, а выбрал ли я правильный выбор, сделал ли я правильный выбор и так далее. И благодаря вот таким маленьким концептам мы, во-первых, можем определить, направить человека в нужное нам русло, и чтобы покупка была для него, несла положительные эффекты, положительные эмоции. В этой книге также говорилось о том, что, допустим, в одном они сделали эксперимент психологи, в одном магазине открыли 5 баночек конфитюра для того, чтобы человек мог попробовать, а в другом 16 баночек разного конфитюра. Как вы думаете, по результатам исследования, где было больше продаж? Там, где у нас было 5 баночек конфитюра на пробу открытая, или там, где у нас было 16? Напишите мне в чат, как вы думаете, где было больше продаж? Так, Ксения, по Александр, 5, да, совершенно верно. Там, где было, как бы, недостаточно выбора, да, 5 баночек, это уже достаточно для того, чтобы выбрать. Если бы там было только 2 баночки, наверное, покупатель бы засомневался, да, может быть, еще где-то он найдет другой конфитюр. Тут уже предоставлялось 5 разных вкусов, то есть достаточно для того, чтобы выбрать. А там, где 16, да, после 5 баночки, там, 6, клиент уже не знал, что же выбрать. Ему и это нравится, и то, и другое, и третье. Поэтому там, где было 16, продажи были небольшие. Вот на этом принципе основываемся и мы, да, less is more, то есть чем меньше, тем эффективней. И 4 коллекции на стенде достаточно, это достаточно для того, чтобы клиент смог сделать правильный выбор. И потом не уйти с чувством, а может быть, я что-то пропустил, да, может быть, я не все перелистал, если мы, допустим, там на стенде, как у нас классические стенды, библиотеки, да, огромные шкафы, где там, я не знаю, 100 образцов, 40 на 60. И, конечно же, у нас такая психология, пока мы все не пролистаем, мы не будем уверены, что это именно то, что мы выбрали. А выбираем мы, чаще всего психологи говорят, в первые 10 минут. Первые 10 минут это самый правильный выбор. То есть вот за 10 минут что можно посмотреть. Я думаю, что вот на этом стенде достаточно будет информации для покупателей, чтобы сделать этот выбор подсознанием, да, самый правильный выбор. Инвиктус. Коллекция Инвиктус, концепт Инвиктус, непобедимый комфорт. Invincible Comfort, непобедимый комфорт. И давайте посмотрим небольшой ролик. Я надеюсь, что будет всем слышно и видно. Если нет, пишите в чат. Мы помним, что этот концепт создавался для английского рынка, а в Англии основной национальный вид спорта это регби. Соответственно, здесь все построено на этом, чтобы привлечь как можно большее количество людей. и видите, какие то, Мы просто секунд отстанет этой влез, отстанет конфликта. И все håndио что он уже готов и платит. ана манг! Получим, она что в админ, что в том, что которые Andrew и в том, что Продолжение следует... 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 Для компании «Братец Лист», для наших партнеров мы сделали специально на российский рынок, произвели круглые варианты. То есть можно и пристенный, можно и круглый вариант стенда приобрести. Концепт «Гайя». Скажите, пожалуйста, я не быстро иду, если все понятно, напишите плюсики, если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Универсальное ковровое покрытие с нотками элегантности. Напомните мне, пожалуйста, из какой нитки сделаны коллекции «Гайя», кто запомнил, что за нитка, чем она отличается. Напишите в чат, пожалуйста, из какой нитки создан концепт «Гайя», все коллекции концепта «Гайя». Так, пока тишина в чате. Полиамид, Константин пишет. Рафаэл пишет полиэстер. Сергей, Илья. Полиэстер, да, ребята, правильно, полиэстер. И полиэстер, мы говорили, это золотая середина. Соответственно, у нас логотип, сам логотип – это символ Матери-Земли, да. И полиэстер, мы говорили, это золотая середина между полипропиленом и полиамидом по всем характеристикам. Эластичность, износостойкость, мягкость, свет, стоимость. Посмотрите, здесь у нас в начале шкалы полипропилен указан, в конце шкалы полиамид. А полиэстер или ПБТ, полибутилен-терефталат – это усовершенствованная формула полиэстера. Они у нас посерединке. И полиэстер у нас по шкале, он ближе все-таки к полипропилену, а ПБТ ближе к полиамиду. Вот так вот выглядит наш стенд, круглый стенд. Все коллекции названы, соответственно, Экватор, Меридия, Меридиан, Эквинокс – это равноденствие, Солстич, Солнцестояние. То есть все названия у нас тоже посерединке, да? Все логично. Так, у кого-то вопрос, да, наверное? Сейчас посмотрю в чате, что-то у меня чат мигает. Вопрос от Светланы. Какие изменения будут в концепте Invictus в этом году? Хороший вопрос, Светлана, будет заменена одна коллекция, коллекция Scorpius на коллекцию Atticus. Почему произошла замена? Не потому, что Scorpius – плохая коллекция. Потому что нитка, опять же, производители нитки также не стоят на месте, они усовершенствуют, и появилась еще более мягкая и еще более износостойкая нить. И из этой нитки, из уже третьей поколения СДО, мы создали новую коллекцию Atticus. И в настоящее время производятся вешалки, да, новые вешалки с образцами, и будут заменены, мы их называем пицца-пай. Если вот, сейчас я вернусь на слайд, вот этот вот тактильный образец, да, вы видите на стенде треугольный или пицца-пай, тоже будет заменен. То есть будет заменен вот этот верхний образец, и будут заменены все три вешалки, да. Уже последний этап производства идет. К сожалению, вот с коронавирусом немножко задержалось, но я все-таки думаю, что мы успеем до сезона обновить вам стенды. Все, у кого есть стенд Invictus, будет обновление, и, как бы, в принципе, Atticus уже у нас на стоке есть, вы уже можете заказывать, но, конечно же, сложно заказы оформлять без образцов. Сначала мы вам предоставим образцы, и потом, я думаю, что будет плавный переход. Мы держим основные цвета, более, самые популярные цвета в коллекции Scorpius на стоке, и договорились с руководством, что мы будем производить до середины года, до конца июня, чтобы как раз вы получили, успели, было время получить вам новые вешалки, и плавно осуществить переход этих коллекций. Я надеюсь, Светлана, я ответила на ваш вопрос, да. Идем дальше. Значит, Гайя. Коллекции Экватор, Меридия, Эквинокс и Соус Тич. И последний концепт, который мы сегодня с вами рассмотрим, это концепт Vivendi. Слоган этого концепта – Cool Carpet for Happy People. Ну, мне не нашлось ничего другого, как в переводе использовать большой жаргон, да, клёвое ковровое покрытие для счастливых людей. Сейчас вы поймёте, почему такой слоган. Посмотрим небольшой видеоролик. Он будет у нас без слов, но я думаю, что всем так всё будет понятно. В Лондоне происходит, да, классическая семья, уикенд. Похоже на мою свекровку бабушка. Бельгийцы не очень отличаются от англичан. В принципе, темпераменты и менталитет похожи. Что же произошло две минуты ранее, до происшествия? Ничего не предвещало беду. Естественно, на полу старый, пристарый ковролин, да, который бабушка очень бережёт. И, конечно же, каждая крошка – это просто трагедия. Буря в стакане, посмотрите. Мальчик похож на моего сына. Бабушка психанула. Надоело ей мыть, убирать и чистить ковровую покрессию 20-летней давности. Прошёл год. Год спустя уже на полу ковролин осуществляет Виверс, Вивенди. Все счастливы и спокойны. Ничего страшного не произошло. Изи-то-клин. Изи-то-клин, то есть очень простое употребление в использовании ковровое покрытие. И давайте рассмотрим его основные характеристики. Предназначена специально для жилых помещений с высокой и с интенсивностью использования. Если ковролин, в принципе, в 80 случаях, я по статистике смотрела, стелится у нас в спальнях. В Англии там другая история. Во всём основном мире, кроме Англии, в спальнях 80% ковролина. Поэтому если мы создаём, при создании ковролина Sensuality, мы рекомендуем стелить его в спальню. Здесь же в Вивенде сделанная Solution Died Nylon, то есть нитка, которая прокрашенная в массе, и мы уже с лёгкостью можем его стелить в помещения, жилые помещения, dining room или столовые, как говорят. Но, конечно же, я думаю, что у нас в квартире есть отдельная столовая в российской действительности, поэтому здесь можно говорить о зале, да, как мы говорим, зал, там, где мы принимаем гостей. Не выцветает, да, не выгорает на солнце, так как, опять же, сделано из нитки, прокрашенной в массе, нейлон, прокрашенный в массе. Износостойчивость у него очень высокая, потому что это остаётся полиамид. Без стресса на долгие годы, так как его очень легко чистить. Мы делали эксперимент, когда я в России делала презентацию в Москве, то мы на образце, в Вивенде наливали кетчуп, наливали кофе, вино, потом всё это удаляли, наливали белизну. И не было даже, ну, был такой фокус, да, для многих, потому что не оставалось пятна. Мы все привыкли, что если мы прольём, там, даже бытовую белизну на ковровое покрытие, да, на любой текстиль, да, текстильное изделие, то у нас будут белые точки, он сразу же выгорает, да, сразу же краска выгорает. То в данном случае у нас можно хоть бутылку вылить, и ничего с этим покрытием не будет, останется, наверное, только запах от белизны. Бутылку, я думаю, что не стоит. Так, коллекции, название коллекции. Аура, Вайпс, Панч, Вигор. И вот так вот выглядят стенды. Здесь уже видоизменилось, стенды сами не видоизменились, только цвет, да, цвет у нас появился белый. Опять же, мы говорим, что этим мы хотим показать, что не надо бояться, белый цвет требует особого ухода, да, и поэтому именно на белом цвете мы представляем свои образцы концепта Вивенди, что уход здесь достаточно простой, не требуется. Ну, и я хочу сказать, что мы без ложной скромности являемся лидерами в идеях, в концептах, в ковровых покрытиях, да. Наш стенд на Домотексе, вот эти фотографии сделаны со стенда на международной выставке в Ганновере. Мы всегда удивляем своих клиентов, посетителей выставки, всегда говорят, что у вас самые интересные идеи. Если вы хотите понять, что за тренды будут в ближайшее время, идите на стенд Associated Weavers. И новый концепт, о котором я вам расскажу вкратце, потому что пока еще стендов нет в наличии в России, они есть у нас на складе. Машенька, скажи, пожалуйста, у нас как по времени? Мы еще концепт Седна рассмотрим или оставим его на следующий раз? Да, мы успеваем, у нас есть. Есть, да, время? Хорошо. Тогда мне по концепту Седна детально рассмотреть или же вкратце? Мы успеваем детально тоже. Хорошо. Тогда идем. Тем более очень многие просили именно на нем. Хорошо, договорились. Концепт Седна. Супер мягкий ковролин, спасающий жизни морских обитателей. Очень такой громкий лозунг, но что он за собой несет, подразумевает. Мы работаем совместно с организацией спасателей морей и океанов, которые, это дайверы, которые абсолютно бесплатно работают, волонтеры. Они ищут сети, заброшенные сети, сети убийцы их называют, или ghost nets, которые рыбаки выбрасывают просто, когда сеть прохудилась, они выбрасывают ее в море. И насколько большой ущерб это дает вообще обитателям флоре и фауне морей и океанов. И, естественно, может показаться, что моря и океаны далеко от нас, и нас это никак не касается. На самом деле сейчас люди больше и больше становятся осознанными, так скажем, по защите окружающей среды. Потому что мы понимаем, что если раньше нам говорили 10 лет назад, что идет глобальное потепление, никто это на своей шкуре как бы не ощущал, то сейчас это становится все ближе и ближе к нам. И, конечно же, мы хотим в первую очередь заботиться о последующих поколениях, о наших детях, что им мы оставим в наследии. И это убивает не только вот эти вот сети убийцы, ghost nets, морских обитателей, но, соответственно, по подсчетам, по статистике, к 2028 году у нас уже будет больше пластика в океане, в морях, чем обитателей самих. И это, на самом деле, очень большая проблема. Вот призрачные рыболовные сети называют их, ghost nets. И из рыболовных сетей что же дальше происходит? То есть вот дайверы, волонтеры, они их вылавливают. И раньше была проблема. Они, опять же, приносили эти сети в контейнеры, да, в мусорные, но куда они потом попадают, никто не знает. И, соответственно, пришла очень хорошая идея. Производителям нити, это компания Aquafil, которые запатентовали эту нить под названием Eco Nil, они стали производить из нее нитку, перерабатывать. Но мы не говорим, что это переработка отходов, как вот ресайклинг, как мы привыкли. Если это пластиковая бутылка, мы ее переработали, и она у нас потеряла первичные характеристики. То есть она у нас, материал, который мы получили после переработки пластиковых бутылок обычных, он у нас ухудшился по своим характеристикам. Здесь же идет речь, выбираются только сети, которые сделаны из полиамида, полиамидные сети. И они перерабатываются до стадии капролоктана. А капролоктан – это основа, из которой создается нитка. То есть это вот маленькие пластиковые бусинки. Я вам сегодня покажу, надеюсь, у меня будет возможность, когда мы пойдем по нашему шоуруму. И когда мы проходим именно к начальному этапу создания нити капролоктана, потом в процессе эктрузии у нас получается абсолютно такая же нитка, ничем по своим характеристикам не отличающаяся от того, что мы делаем из, например, из нефтепродуктов. То есть уникальность этого процесса состоит в том, что мы можем… Это настолько циклично, этот цикл не прерывается. То есть мы можем перерабатывать эту нить бесконечно. И вот именно с этими организациями, с итальянской компанией, которая создает эту нитку, с организацией Healthy Seas или Здоровые моря, дайверы, которые вылавливают сети, мы и создали наш концепт, наши коллекции, сделанные из этой уникальной нитки – Эконил. И мы говорим, что эта нитка супер мягкая, она по своим тактильным ощущениям очень похожа на iSense, то есть на искусственный шелк, мягкая, роскошная, долговечная, абсолютно обладает уникальными характеристиками, огромный плюс в том, что мы таким образом перерабатываем отходные материалы и создаем, опять же, очень интересный продукт. И ценовой диапазон этих коллекций мы не стали завышать из-за того, что это эко, под маркой эко, экологичность, да, так как мы понимаем, хотя нить сама по себе в производстве выходит себестоимость дороже, но мы оставили ее все-таки на том же ценовом уровне, как и в коллекции «Вельвет», например, да, как коллекция «Концепт Вельвет», именно для того, чтобы у вас был еще дополнительный аргумент. Если мы говорим, вот дай конечному покупателю продукт обычный и продукт с брендом, под брендом «Эко», экологичность, ну, который будет дороже на порядок. И как бы мы не родили за окружающую среду, я думаю, что 90% людей выберет все-таки обычный продукт, который будет дешевле, да, чем экологичный продукт. Но если мы поставим эти два продукта по одной ценовой категории, то есть вы можете купить что-то по такой же цене, но уже с брендом «Экологичность», да, с маркой «Эко», то я думаю, что большинство из нас выберут все-таки экологичный продукт. Здесь четыре коллекции, извините, пять коллекций, пять коллекций в этом концепте. Кай, Моана, Варуна, Мазу и Яра. Если кому-то интересно поподробнее ознакомиться с этим концептом, у нас есть сайт, отдельный подсайт www.sedna-karpi.com. В принципе, на все наши концепты есть отдельные подсайты. Вы просто пишете, например, vivendi-karpi.com, и вы выходите уже на наш подсайт конкретно об этой коллекции. Вся информация, вся цветовая гамма, технические характеристики вы там найдете. Концепт, коллекция «Кай». У нас «Кай», почему такое название? Это популярное мужское имя, означающее «вода» на Гавайских островах. Вы тоже видите, что и в этом концепте у нас как бы стержнем его является вода, защита морей и океанов. Поэтому все наши коллекции, они так или иначе связаны с этой темой. Как в случае с Кайем, это «вода» в переводе с гавайского языка. Вы видите, здесь достаточно широкая цветовая гамма. Если посмотреть на коллекцию «Моана», «Моана» — название, откуда мы взяли для народа Маори в Новой Зеландии, «Мори» означает «великое приключение». На их языке «Моана» относится к обширным, это название обширных вод и является фаворитом среди женских имен. Здесь вы видите уже другую цветовую гамму и, соответственно, другие характеристики. Если мы вернемся к этому обзору коллекции, я могу вам сказать в общем, что две коллекции из этого концепта у нас матовые и три коллекции сделаны матовые. И нитка у нас саксони. Мы на первом вебинаре с вами видели, что саксони у нас ниточка прямая, и на поверхности коврового покрытия можно даже увидеть отдельно каждую ниточку. А три коллекции сделаны из нитки фризе, то есть они у нас более хаотичные, другой эффект дают, и большим блеском обладают эти коллекции. Каким образом мы скомпоновали эти пять коллекций в стенды? В этом концепте у нас будет дуо-стенд, то есть стенд, который предполагает наличие только двух коллекций. И с компанией «Братец Лис» мы договорились, что у нас один стенд будет с матовыми коллекциями, и другой стенд будет с двумя коллекциями саксони и блестящими коллекциями. Так, про Каи мы посмотрели, Муана, Варуна, опять же матовые оттенки вы видите здесь, и совершенно другие технические характеристики, то есть все коллекции отличаются и в общем весе, и в высоте ворса, и так далее. Более подробно вы сможете ознакомиться на сайте, если здесь плохо видно, то можно посмотреть все это на сайте sedna.carpet.com Коллекция «Мазу», опять же, совершенно другой, другая цветовая палитра, гамма цветов. Седна, откуда пошло название Седна? Седна – это… Сейчас, одну минуточку, перейду на этот слайд. Так, это у нас по концептам отдельно, откуда мы взяли название, то есть вы видели Гавайи, Индия, Варуна – это из Китая название, Мазу, Бразилия, Яра, Так, так, так. Давайте посмотрим, как выглядят наши стенды в реальном магазине. То есть вы видите, что несмотря на то, что концептов у нас большое количество, но все эти концепты, они хорошо друг с другом сочетаются, они занимают каждую свою ценовую нишу, то есть от нижесреднего, среднего и высокого ценового сегмента. И при создании вот такого мы называем Shop and Shop, магазин в магазине, вы можете выделить зону в своем шоуруме, который будет центром вашего магазина. Я думаю, что каждый захочет прийти сюда и посмотреть, что же здесь интересного. Все стенды у нас в едином стиле выполнены, вы видите тоже, чтобы не было никаких, никакого резонанса, да. Вот этот магазин я вам тоже на первом вебинаре показывала, да. Тут не нужно особого ремонта делать, и что-то изменять в интерьере вашего салона. Вы видите, здесь у нас показано вообще в виде амбара паттерностеры с линолеумом, но при том, что при этих условиях, если вы выделите вот такую красивую зону, оно будет совершенно по-другому смотреться и заиграет. И вот он, этот стенд, стенд Sedna, это у нас мастер-пис наших маркетологов, я считаю, что самый лучший стенд, который когда-либо был создан ими, вообще нужно дать должное нашим маркетологам, у нас очень хорошая команда, талантливые, молодые ребята, которые создают эти шедевры в помощь нашим продажам, нашим и вашим продажам, естественно. У нас директор фабрики сам закончил маркетинговое образование, и ничего странного нет, что вот именно в маркетинге мы очень сильны, а маркетинг сейчас это двигатель прогресса, и давайте мы с вами посмотрим в реальности, я вам обещала провести вас по нашему шоуруму и посмотрим каждый концепт в реальности. Я надеюсь, вы еще не устали, у нас еще есть немного времени, отключаюсь и пойдемте, проведу вас по нашему шоуруму. В нашем новом шоуруме мы сделали на каждый концепт бутики, то есть как бы отдельно комната, отдельно угол для каждого концепта. Если здесь в середине, мы называем это маркетплейс. Наташа, прости, пожалуйста, я тебя перебью, а давай уберем шейлинг в экран, и тогда давай, 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 сейчас подожди, сейчас я сейчас я это сделаю, да, потому что презентация у нас в принципе в PowerPoint закончилась. Так, теперь что мне сделать? Я убрала шейлинг. Хорошо, тебя просто теперь на весь экран видно. На весь экран, ага, хорошо. Так, вот посмотрите, это у нас центральное место в шоуруме, мы называем ее Market Square, то есть это рыночная площадь, там, где мы предлагаем коллекции, не входящие в какой-то концепт, то есть это ниже среднего ценовой сегмент, но если мы идем за каким-то уникальным продуктом, мы, конечно же, не идем эксклюзивным продуктом, мы не идем на рынок, мы не идем покупать сумку Шанель на китайский рынок, поэтому посмотрите, как мы создали интересно для каждого концепта свой такой уголок, свой такой бутик. Вот этот уголок у нас предназначен для концепта Invictus, здесь у нас экран, на котором клиенты могут посмотреть опять же все видеоролики, какие-то элементы также присутствуют из футбольной мяча регби и так далее, а вот сами наши коллекции, посмотрите, как их уже за последние годы увеличилось, то есть мы создаем новые концепты с улучшенными нитками, добавляем что-то в нашу коллекцию, вот так вот выглядит стандартный стенд, стандартный стенд Invictus, он тоже дуо стенд, двойной стенд, сейчас я постараюсь чтобы вам было видно, как он работает, он у нас крутящийся, двойной, две коллекции, на каждой коллекции у нас есть вешалки с образцами, вот этот вот формат вешалок 20 на 45 он абсолютно абсолютный фаворит, то есть это не маленькие вешалки, не маленькие образцы, по ним уже можно определить цвет, понять, что за цвет, если у нас есть покрытие с блеском, мы говорим пишущий ковер, да, то, конечно, если там образец будет маленький, 4 на 4, то очень сложно увидеть вот этот вот эффект, и иногда преломление света на большом образце покажет вам лучше, как он будет смотреться в большом куске, чем на маленьком образце. Так, идем дальше, дальше у нас идет бутик Вивенди, вот такой вот у нас белый красивый стенд на 4 коллекции, он тоже у нас крутящийся, и еще вам забыла сказать, что в концепте Вивенди у нас есть две коллекции, которые обладают классом износа стойкости 32-ым, соответственно вы можете спокойно их предлагать в номерной фонд, например, в гостинице, я думаю, что будет очень хорошо пользоваться спросом именно из-за того, что здесь идет защита от пятен, да, stain resistance, мы знаем, что в наших отелях чаще всего используются хлоросодержащие вещества, чистящие, да, и вот здесь владелец отеля не будет бояться, что будут какие-то белые пятна появляться, и нужно будет чаще менять ковровое покрытие, оно прослужит очень долгое время, и 32-й класс это очень хороший класс в контрактном покрытии, для контрактного покрытия, так, ну, вот у нас все образцы в большом формате, идем дальше, здесь у нас немножечко идет ремонтные работы, пока карантин, пока никого нет, но я думаю, что суть вы увидите, вот он наш замечательный стенд, до стенд Sedna, сейчас я подойду поближе и покажу вам, вы видите здесь панель добавлена, то есть в предыдущих стендах вы не видели информационную панель, здесь впервые мы дали дополнительную информацию, чтобы клиенту уже было понятно изначально, чем это покрытие уникально, здесь прописана вся информация о эко-ниле, о нитке уникальной, о организации Healthy Seas и так далее, то есть здесь также наверху вы видите LED-лампы, которые очень хорошо освещают, это именно тот свет, который должен быть для подсветки коврового покрытия, чтобы именно увидеть игру с преломления света на самом покрытии. Здесь мы видим сделан из ниточки фрезе, такой вот кудрявый, а здесь коллекция Varuna уже у нас из нитки Saxony и вы видите pinpoints этот эффект, когда видно каждую ниточку в отдельности, но может быть камера не так хорошо передает, как в реальности. И вот они пять коллекций, я вам обещала показать еще этот вот процесс переработки нити, у меня есть вот такая специальная коробочка, так, сейчас я вам поставлю, чтобы видно было. Вот эту коробочку мы получили с фабрики, которая производит нам нитку, кстати, эта нитка для нас тоже мы ее запатентовали, вот так вот видно вам, вот, смотрите, у нас добываются сети, да, сети, добываются также, конечно, можно, можете сказать, ну, невозможно такое количество коврового покрытия производить, сколько сетей еще у нас в океанах, на самом деле сетей достаточно еще, не все выловлены, но кроме сетей еще используются, они ищут полиамид ковры, допустим, да, полиамидные и вот перерабатывают и эти нитки, то есть где-то по статистике, по официальным данным, я даже сама запрашивала на фабрике Аквафил документ, мне нужно было для польского клиента, где прописывалось процентное соотношение использования сетей в изготовлении нити и других материалов, так вот сетей там где-то 45% и 55% у нас будет другого материала исходного. Мы идем до стадии капролоктана, это вот и есть капролоктан, вот из него изготавливаются вот такие вот гранулы, да, на пластмассовые прозрачные бусинки похожи, я надеюсь вам видно вот вот такие вот бусинки и из них уже в процессе экструдия вот такая вот получается филамены, филамены из очень-очень тоненькие, которые дают нам эффект вот этой супер мягкости, шелковистости и из них потом создается необходимая нам ниточка. Вот такой вот у нас новый уникальный концепт. Идем дальше. К сожалению, сейчас чат не могу посмотреть, да, но вы мне можете писать вопросы, а я потом на них отвечу, сяду за стол, когда еще хотела бы сказать про отдельно про коллекцию Яра, она тоже входит в концепт Седна, это также уникальный продукт, он уникален тем, что мы первый раз в истории всей фабрики создали такое тяжелое покрытие, такой тяжелый ковролин, здесь вес ворса только более трех килограмм, представляете, общий вес около четырех килограмм, да, это супер мягкое, прям вот, когда ходишь, ходишь по нему, как будто по облаку ходишь, здесь на полу, кстати, вот, посмотрите, одна из коллекции Седна постелена, и вы видите как раз на большом участке вот этот вот эффект пишущего ковра, да, пока он еще у нас в абсолютном тренде, но и матовые, матовые коллекции здесь тоже присутствуют для тех, кто не любит этот эффект. еще один нюанс, о котором забыла вам рассказать, у нас кроме того, что сама нитка, эко-нитка, мы производим эко-фьюжен бэк, если кто-то знаком с нашими коллекциями, то вы уже, наверное, заметили наша такая фишка в том, что мы делаем фьюжен бэк, мы также были пионерами в создании такой подложки, эта подложка сочетает в себя экшен бэк, то есть вот этот джут, искусственный джут, и войлок. Джут, он нам дает дополнительную стабильность, а войлок, он нам дает мягкость и комфорт, и мы знаем, что мы последним этапом стелем ковровое покрытие, соответственно, если просто джутовое покрытие будет, то оно может поцарапать нам стены или плентуса, то вот именно прослойка войлока, она нам дает защиту и комфорт, и если у нас фьюжен бэк стандартный идет с красными полосками, то здесь посмотрите это уже голубые бирюзовые полоски, мы называем эту подложку эко фьюжен бэк, потому что она также создана из переработанного материала. Так, идем дальше. Здесь у нас бутик Гая. Вот концепт, концепт, подождите, так, наверное, отсвечивает концепт Гая. Видите, как он интересно представлен у нас в шоуруме. И вот он сам стенд. Опять же, круглый стенд. И по нашей статистике мы можем посмотреть, откуда больше всего, с каких стендов идет продажа. И вот этот вот круглый стенд, не обязательно Гая, я говорю сейчас о круглом формате стенда, дает нам наибольший результат. Все-таки вот эта идея less is more, она играет свою роль. Опять же, круглый, опять же, крутящийся, круглый. информация дана про коллекцию, да, про полиэстровую ниточку. Здесь вы на больших образцах можете увидеть, что цветовая гамма более у нас яркая, чем в первом концепте Invictus. Мы с вами видели, что в основном серые и бежевые цвета. И блеск, конечно, сложно передать камерой, но он у нас очень блестящий и мягкий на ощупь. В этом концепте у нас две коллекции сделаны из PBT. Мы с вами уже знаем, что PBT полибутилен терифталат это усовершенствованный полиэстер и его можно использовать в контрактных целях. То есть у нас на две коллекции в этом концепте есть 32-й класс износа стойкости. Соответственно, вы можете опять же предлагать в номерной фонд. На каждый концепт у нас есть еще вот такие вот книжечки для тех случаев, когда вам нужно, допустим, поехать на какой-то объект в отель, конечно же, вам стенд взять сложно с собой, но мы для этих целей создали вот такие вот папочки, поэтому в комплекте для тех, кому нужно, необходимость в комплекте со стендом мы можем на каждую коллекцию дать вот такие вот папочки для удобства. и концепт как бутик у нас вельвет и сенсуалити. Опять же, вот такой вот у нас стенд круглый. Все продумано на стендах до мелочей, наши маркетологи очень хорошо работают. Мы знаем, что когда клиент приходит в магазин, в торговую точку, первым делом он должно быть айкетчер, да, привлечение взгляда. И как раз вот визуализация, они на то и рассчитаны. Они привлекают красивые картинки, стильные картинки, привлекают человека. потом, что вторым действием он подходит, ему нужно дотронуться. И чаще всего люди не хотят там где-то допустим в библиотеках рыться. Или они сами боятся, если допустим представлено это в каких-то чемоданах, то они боятся открыть эти чемоданы, многие стесняются и так далее. То здесь все продумано. Вот смотрите, человек идет, он даже непроизвольно касается, то есть на уровне пояса у него образец тактильный находится, и он уже прилип к нему. Он уже здорово, как мягко, как интересно. И дальше уже ваша работа, работа продавца, показать ему какая цветовая гамма есть, другие образцы, завести разговор и так далее. То есть это все вам в помощь идет. Так, и пойдемте я вам покажу еще новый наш Butterfly или Live Story стенд, который в середине этого года. Вот у нас небольшой Shop in the Shop магазин в магазине мы создали для показа, как можно оформить торговую точку, как можно оформить бутик. И вот посмотрите наш новый стенд Butterfly. Вот такая вот книжечка. здесь идет уже как бы разделение контрактного покрытия и бытового покрытия. Вы видите, контрактное это мужчина думает о работе, будем надеяться, что он думает чаще всего о работе, женщина думает о доме, да. поэтому здесь вот больше появилось больше образцов. Удобство работы с таким стендом является то, что здесь кроме вот маленькие образцы, они подобраны по цветовой гамме, да, по стилю жизни. Вот, например, стиль World Life, да, или жизни путешественника, и здесь мы видим картинки, визуализация какая-то, которая взята из Pinterest, из Instagram. Все должно быть в тренде, все должно быть интересно, да, для молодых людей в том числе. Плюс, если, допустим, клиент выбрал какой-то образец, ему нужно посмотреть это в большом размере, и он хочет, допустим, такую же коллекцию, но в другой цветовой гамме постелить в другом помещении, вот есть внизу вешалки, здесь есть большой образец, и вся цветовая гамма. А здесь у нас центром нашего Shop in the Shop, магазин-магазин, является вот такой вот Carpet Advisor, мы его называем, где покупатель может пройти тест на обозначение определения стиля жизни, к которому он относится, выбрать вся гамма нашего ковролина, все наши коллекции здесь включены. вот такая планшетка, где вы можете посмотреть, например, Discover the Collection, здесь вот Sedna, About Sedna, это все о концепте Sedna, если мы хотим посмотреть какую-то коллекцию, вся цветовая гамма у нас здесь присутствует, то есть очень интересный инструмент для работы с клиентом. Ну, в принципе, я вам показала наш шоурум, вы у нас, можно сказать, побывали уже в гостях, если у вас еще остались какие-то вопросы, сейчас самое время их задавать, я сейчас приду к столу и почитаю наш чат. Может быть, Маша уже даст возможность включить микрофон и... Да, я думаю, что мы как раз можем сейчас включать микрофон, включать свои камеры, потому что основную часть мы проговорили, есть возможность просто поболтать, позадавать вопросы, а их на самом деле у нас накопилось. Да, один из вопросов ПТИ сверху это опечатка до супер мягкого ковролина. Илья, видимо, было по какой-то стенд, да, если есть возможность подождите, не вижу этот вопрос. Илья, сверху это опечатка до супер мягкого ковролина. Да, вот, а где, где, не видела, вроде у нас всё чётко должно быть никаких опечаток. Не знаю, где вы нашли ошибку. Так, 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 что ещё? А просто папочки без стенда можно? К сожалению, это не в наших правилах, так скажем, потому что всё-таки мы считаем, что, как я вам говорила ранее, по маленьким образцам, допустим, образец 5х5, 4х4, очень сложно выбрать цвет и подобрать то, что нужно клиенту. Это уже в исключительных случаях мы даём такие папочки для того, чтобы менеджер поехал на объект. Он может взять с собой и вешалки, но все вешалки со стенда он не возьмёт, поэтому хотя бы, чтобы какая-то идея у него появилась, что нужно клиенту для того, чтобы начать работу с этим проектом, мы предоставляем вот такие, рекомендуем брать такие папочки. Всё-таки у нас были даже такие случаи, когда клиенты выбирали по образцам, мы отрезали купон, делали резку, купон разворачивали и клиент говорил, это вы мне что-то не то подсунули, это не может быть, я выбирал другой цвет совершенно. Это всё зависит от нити, от игры цвета, поэтому нужно обязательно на более большом образце выбирать и делать, принимать решение. Да, тем более мы очень часто, когда проводим обучение в торговом зале, у многих из вас есть такой концепт маскарад, и там есть как раз большие образцы, вы можете взять, например, коллекцию изотта, эйфория, поднести её к дневному солнечному свету и попереворачивать кусок, и вы увидите, что у вас совершенно 4 разных куска ковролина, и этот момент достаточно важен для того, чтобы согласовать с клиентом, а какое всё-таки покрытие он покупает, то есть как оно относительно солнечного цвета будет выглядеть и так дальше, и на маленьком куске это делать просто невозможно, поэтому это безусловное преимущество, им нужно пользоваться. Кстати, ребята, вопрос, кто умеет определять направление ворса? Очень важный вопрос, потому что вы должны рекомендовать клиенту, если он совмещает два куска, нужно обязательно знать направление ворса. Как определить направление ворса? В чат мне напишите, пожалуйста. Вот Ирина говорит, была опечатка, оказывается, на слайде, но это моя, наверное, вина, я опечаталась, исправлю. Спасибо за подсказку. А по поводу пол от пол компании, то, что клиент говорит, что это не тот цвет, от размера образца не зависит. Вы, наверное, имеете в виду, что иногда бывает разнотон. Разнотоны действительно бывают, но давайте разберемся, на каких покрытиях бывает разнотон. на нитки прокрашенные в массе может быть разнотон. Может быть, цвет зависит от разной партии вот так разнотон. То есть, вот сегодня партия и там через неделю партия, может ли там цвет меняться? Виталий говорит, нет. Да, действительно, если нитка прокрашенная в массе, мы говорили это все СД начинается Солюшендайт Олифин, Солюшендайт Найлон, Полиэстер в том числе, здесь разнотона быть не может. Разнотон может быть на какой ните? Давайте говорить откровенно. Он может быть, да, но на какой ните? На полиамиде, да, совершенно, Виталий, правильно, на полиамидной нитке, потому что мы говорили, что нитка у нас полиамидная, обычная, прокрашивается вторым этапом производства и, соответственно, наливается краска на нее и, конечно же, мы соблюдаем формулы, чтобы формула совпадала с той, которая была использована неделю назад, месяц назад, но это настолько фрагиел, как сказать, настолько чувствительно, да, то есть здесь могут играть факторы очень многие факторы, например, я разговаривала с технологом с нашим и были такие случаи, когда у нас были претензии по разнотону, то есть тон, там, на полтона был цвет другой, это происходит от того, что он говорит, даже, допустим, условия температуры, была влажность высокая, там, было, было жарко, и все это влияет на то, как нитка впитывает, сколько она в себя краски вбирает, бывают, бывают, да, такие случаи, поэтому я, например, всегда рекомендую своим клиентам, когда они на большой проект заказывают несколько кусков или несколько рулонов, чтобы они в заказах указывали from one production, да, из одной партии, из одной продукции, вот это вы обязательно менеджерам своим говорите, когда у вас такие проекты, чтобы не было, допустим, на стыковке разного, ну, цвет разный не может быть, не может быть такое, что на образце коричневые, а мы вам зеленые, это уже абсолютно неправильно, а если, например, какой-то небольшой подтон, полутон, то бывает на разных партиях, поэтому этот момент нужно учитывать, а у меня вопрос был, как определить, как определить направление ворса, потому что некоторые клиенты, когда стыкуют, они еще говорят, тут другой тон, да, а на самом деле просто разные направления ворса, он перевернул, да, то есть перевернул кусок, и он уже под другим углом, нитка у нас отражает цвет по-другому, как определить, кто знает, кто у нас знаток, или вам показать, показать, плюсики покажи, напишите, кому показать, как направление ворса определить, очень легкий способ, способ, и можно подручными инструментами, ну вот Александр говорит, надо показать, давайте, вот для Дмитрия, для Вадима покажем, мы берем вот листок бумаги обычный и ручку или карандаш, да, сейчас я подойду к, давайте посмотрим, так, мне нужно образец, который у нас мог, может быть, отсоединиться, сейчас я покажу, вот нашлась здесь большой образец, вот образец, да, мы кладем, мне бы еще оператора, который все это снимает, но я еще не такая большая звезда, смотрите, мы кладем на образец бумажку и ручку и начинаем крутить, начинаем, начинаем крутить, видим, куда листочек пошел у нас, да, видим, а сейчас попробуем, значит, направление ворса у нас идет с той стороны ко мне, да, а сейчас мы попробуем перевернуть и вообще вот так вот его по диагонали поставим и положим на другое место и начинаем крутить, видите, то есть он нам всегда показывает направление ворса, куда у нас листочек двигается, там и будет направление ворса, понятно, вот такой вот небольшой трюк, который может нам определить направление ворса с подручными инструментами. Интересно? Применительно на практике? Поставьте плюсики. Особенно это применительно для низковорсного покрытия, потому что часто высоковорсное покрытие можно посмотреть элементарно, куда лежат ворсинки, можно у эффекта пишущего также посмотреть, как двигается ворс, соответственно, как он приподнимается, а вот попробуйте все те же самые обычные визуальные операции сделать на низковорсном, не дай бог, на петле, например, это вообще очень тяжело, вот этот способ всегда будет такой применительный, универсальный, да, к любому абсолютно покрытию. Ну, на самом деле даже вот в разрезном ворсе, высоковорсном, не всегда определишь так на взгляд направление ворса, потому что, например, саксони, сейчас скажу, шаги, да, шаги, они у нас хаотично могут падать, поэтому сложно там-то тоже определить. Лучше такой опыт дедовский листочек и карандаш. Так, давайте еще какие-то вопросы у вас есть, не стесняйтесь, задавайте. Вопрос был от Андрея Сергеевича, покажи, пожалуйста, еще медузу. Андрей Сергеевич у нас здесь присутствует. Она у вас в шоуруме, да. Медузу? Медузу, сейчас, 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 подождите. Здесь я не совсем уверена, надеюсь, что она у нас есть. Медуза, это коллекция, новая контрактная коллекция, которая сделана из, вот у нас тут уголочек контрактных коллекций, у нас не так много их в ассортименте, потому что мы все-таки производители бытовых покрытий, но вот как раз на первом месте у нас наша любимая Медуза. со значком Нью, новая, да, вы видите, что цветовая гамма классическая, и все цвета присутствуют, которые нужны в контракте, есть и такой красный, и зеленый, серый, бежевый, коричневый. Чем она уникальна, эта коллекция? Так, как я уже сказала, Солюшен Дайт Найлон, нитка, прокрашенная в массе, то есть она не выгорает, не выцветает, петелька у нас достаточно плотная и низкая, при стыках у нас не будет видно стыков, да, это тоже очень большой плюс, потому что эта коллекция в основном применяется в офисах, да, стелится на больших помещениях, в офисных центрах, и вот такими характеристиками она обладает, 4-5 метров ширина у нас, так, высота, высота покрытия 5,2, масса покрытия, общий вес 1600 граммов, и она у нас самое главное еще обладает класс of use 33, класс износостойкости 33, это самый высокий класс в контрактных покрытиях, то есть это можно сказать Rolls-Royce в контракте, то есть все, что нужно для контрактного покрытия, эта коллекция имеет, да, класс самый высокий, solution dyed nylon, нитка прокрашенная в массе, не выгорает, не выцветает, очень хорошо стыковать, хорошая классическая гамма. Ну, я надеюсь, на Андрей Сергеевич, я удовлетворила ваш интерес. Так, какие еще вопросы будут? Не стесняйтесь, можете включать микрофоны, пообщаемся. У матросов нет вопросов? Ждем 30 минут. Очень тихий блок у нас с вопросами в этот раз, это значит, либо у нас настолько полное было обучение, что Наташа рассказала все, Ирина говорит, что уже нет, все понятно, спасибо, отлично, как и остальных. Вы можете отписаться, даже если вам все понятно и действительно вопросов у вас нет. Я очень надеюсь, что это обучение было вам полезным. Если кто-то видя все стенды, не мог понять разницы, почему их так много и чем они отличаются по полочкам, если вдруг вы понимаете, что чего-то вам не хватает, есть возможность как раз этот момент услышать с менеджерами и возможно дополнить свою выставку, если она не полноценная. и я очень надеюсь, что мы ответили на один из самых частых вопросов, почему мы все-таки работаем не с папками, а именно со стендами. Да, этот момент, когда клиенты есть возможность выбрать, есть возможность обратить внимание на эту коммуникацию, на красивый этот маркетинг, это все не зря, это все. Мы еще понимаем, что папка, она где будет находиться? Она где-то будет находиться под столом или где-то в шкафу, туда, где конечный покупатель чаще всего не найдет он ее там. А стенд, он у нас как eye-catcher притягивает взгляд и он всегда будет являться центром вашего... Доска у нас есть, да, мы пускай доску снимаем. Включают, но не для вопросов. Ну, ладно, если у вас еще есть какие-то пожелания, нужно ли сделать следующий вебинар и на какую тему, может быть, есть пожелания, пожалуйста, или напишите сейчас, или напишите Марии, менеджеру своему, я с удовольствием подготовлю для вас какую-то интересную информацию, чтобы в момент карантина мы с вами смогли чему-то полезному поучиться и в пользу это время использовать. Ну, что, Машенька, все так? Мы будем завершать, спасибо, Наташа, большое, я напомню о том, что будет возможно, есть пожелания, всем отличной торговли, ой, Ирина, ваши слова, да с чем... Ребята, можно минутку, вопросик по теме другого вебинара, очень бы хотелось все-таки получить консультацию по уходу и по чистке ковровых покрытий, более как бы досконально и подробно, потому что мы очень часто сталкиваемся с этим вопросом. Большое спасибо, Вера Александровна, Петербург. Спасибо большое за вопрос, за ваш комментарий, очень здорово обратную связь слышите, что есть интересы, потребности, поэтому я себе записала по чистку и уходу, я подготовлю информацию, следующий вебинар у нас будет именно на эту тему. Мы планируем следующий вебинар вообще сделать достаточно большим, и он будет очень такой совместный, скажем так, потому что у нас остались вопросы, которые мы обещали раскрыть и рассказать. Эти вопросы касаются укладки, как раз ухода, эти вопросы касаются возможности услуг и дополнения собственно коврового покрытия различными видами тесмы и так дальше. Как раз это будет некий третий большой вебинар, мы сейчас начнем его как раз готовить, я думаю, до окончания карантина мы совершенно точно его к вашему вниманию представим. ну а пока раз вопросов нет, я присоединился. здоровья и процветания. Спасибо вам, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.